С вами устало уходящие новости Доты. Папич выпустил ролик на миллион просмотров, где признался, что его все достало. Энтузиаст из России перенес Доту в Майнкрафт. Валв забанили половину просцены от Етора до Артизи. Дахака выгнали из ПСЖ, а он в ответ палил их помоями. Этот выпуск начну снова с перестановок в командах, а точнее с одной конкретной перестановки. ПСЖ квест сняли Дахака с поста тренера и кикнули его из организации. Скажи, ты сильно удивишься, если с этим событием будет связана очередная драма? Я лично уже устал слушать эти бесконечные обвинения от Дахака в адрес его бывших тиммейтов. Впрочем, объективности ради, его точку зрения все же стоит показать. Итак, по словам бывшего тренера квест, все игроки там огромные пофигисты, не желающие работать. Их приходилось буквально уговаривать, и даже это не помогало. За неделю до Дримлиги состав вообще должен был распадаться, однако и тут на помощь подоспел Дахак, убедивший парней доиграть. Вот тут, знаешь, вероятно наш герой окажется прав. Ведь квест проигрывают одну квалу за другой фалконом, не проходя ни на один крупный турнир. В феврале я бы ожидал от них масштабных перестановок. Только вот были ли они готовы к дисбанду еще пару недель назад, как заверяет Дахак? Или он все же преувеличивает масштабы проблем и свою роль в этой истории? Само собой, себя Дахак вообще не критикует. С его стороны, как и всегда, ноль ошибок, ноль проблем. Только максимальный пот ради команды. Правда, за последние годы каждый его коллектив разваливается с серьезным скандалом. Сначала мешал молчаливый Санейка, а потом на эфиры соло не давали раскрыть потенциал. Теперь вот квестлин Тяюги, которые, к слову, до его прихода рвали и метали. Лично у меня веры в Дахака больше нет. Как говорится, если все вокруг неправы, может быть дело в тебе самом? Впрочем, наш герой не опускает руки. Он готов врываться в любую нормальную команду на пост тренера. Если же не возьмут, то покатает пабы. Этим он, к слову, сейчас активно и занимается. Что же касается квест, то, по мнению Дахака, его уход может придать им мотивации тащить. Ну, или они провалятся с треском. Как по мне, будущее что Дахака, что квест сейчас выглядит крайне туманно. В прошлом ролике я рассказывал о проекте Дота Престолов. И многим из вас, судя по комментам, эта идея понравилась. Что ж, ловите еще один легендарный кроссовер. Некий российский энтузиаст решил объединить Доту и Майнкрафт. Точнее, он решил создать Доту прямиком внутри Майнкрафта. Уже есть функционирующая система ХП и Маны, рабочие базовые атрибуты, то бишь сила, ловкость и интеллект, а также целая гора предметов, как простых, так и требующих сборки. Сам процесс сборки, естественно, также поддерживается, а для этого существует отдельный верстак. Транквилы, к слову, при получении или нанесении урона отключаются на 13 секунд. Арканы имеют рабочую активку и уходят на КД после использования. В догонку к обычным предметам из магазина уже реализован весь секрет-шоп. Все предметы дают соответствующие статы, как в Доте. Автор, само собой, подфиксил некоторые из них, чтобы было пропорционально Майнкрафту. Например, одно сердечко там равняется 50 ХП. Соответственно, Сакрит Релик не может увеличивать урон на 55, как в Доте. Это была бы имба. Вместо этого в Майнкрафте айтем увеличивает урон на 1,1. А главное, знаешь что? Все это человек сделал за 4 дня. Представь, что будет через пару месяцев. Намечается прикольный подгончик всем любителям Майнкрафта и Доты. У меня для вас, кстати, тоже есть подгончик и не один. Во-первых, ты можешь получить вот такой компактный геймерский стол One от VMM Game абсолютно бесплатно. Для этого перейди по ссылочке в описании и введи промокод MORPH при заказе любого кресла. Еще раз, стол стоимостью 7000 рублей идет в подарок креслу. Их, кстати, тут полно на любой вкус и бюджет. Если же ты устал от потеющей эко-кожи, то практически у каждой модели предусмотрена обивка из премиум велюра. Ну а коли кресло у тебя уже имеется, лови другой подгон. Промокод MORPH20 даст 20% скидки на весь остальной ассортимент VMM Game. Например, рекомендую заценить новинку. Стол Space One с глубиной столешницы 80 см, скрытым кабель-менеджментом и подставкой под ноги. Вообще, VMM Game делают качественную геймерскую мебель с 2018 года. В их ассортименте имеются подставки под мониторы, системник, чехлы для кресел, тумбы и прочие аксессуары. Если же даже с учетом скидки у тебя не наберется всей суммы для совершения покупки, то ее можно разделить на части. Никаких комиссий, просто оплачиваешь, к примеру, четверть стоимости раз в месяц, а заказ получаешь сразу. Так что бегом по ссылочке в описании или же QR-коду на экране, вводи промокод на 20% скидки или халявный стол и наслаждайся качественной геймерской мебелью. Valve продолжают активную работу над новой системой порядочности. Только ее не фиксят, как ты мог бы предположить. Наоборот, было введено еще одно наказание. Если твоя порядочность опустится ниже 5000, ты больше не сможешь рисовать на миникарте. Похоже, корпорация Габена не намерена слушать жалобы медийных личностей, которых репортят просто так. Введение нового наказания, наоборот, говорит о том, что Valve все устраивает. Да, стримерам, по сути, бесплатно пиарящим доту на огромную аудиторию, рано или поздно может надоесть такое отношение. Только Габену на это пофиг, миллиарды они получают со стима. Если же какая-то одиночная игра а-ля дота загнется, то он, дай бог, вздохнет разок, а потом пойдет спокойно обедать. Ладно, запрет рисования на миникарте это вообще ничто по сравнению со следующим мувом Valve. Они решили забанить аккаунты множества проигроков. Вот пожизненную блокировку получил Фишман, а вот пермач на аккаунте Ватсона с 12 тысячами ММР. Только в первую волну, то есть в первую ночь, в бан улетели представители большинства топ-команд. Вдобавок к Фишману и Ватсону, Яторе из Team Spirit, Найтфоллы Торонто-Токио из Bad Boom, Юраги из OG, Артизи, ДМ, Фуай. И это только те, кто признался или же Чияки попали во внимание СМИ. Отдельно хотел бы обсудить случай из Южной Америки. Аккаунт Стингера, известного своим выступлением за Бисткост, заблокировала прямо по ходу официального матча квалификации к Дрим Лиге. Он выступал за коллектив Мэтт Кингс, вылетел из-за бана и не смог переподключиться. Как итог, тех луз для всей пятерки и вылет сквалы. Более того, орга Мэтт Кингс вскоре выпустила заявление, где отказалась дальше спонсировать парней из-за всей этой ситуации. Поговаривают, что на решение повлияло еще и то, что Джим Парк незадолго до блокировки играл с аккаунта Стингера в матчмейкинге. Как бы там ни было, результат вы знаете. Valve же и не думали заканчивать эту, не побоюсь того слова, бойню. Вот бан Миракла с 13-м местом в ладдере, а также тренировочный аккаунт ГПК. Блокировку подтвердил еще один игрок Спирит Мира. А вот другой аккаунт Артизи, на секундочку 7 тысяч часов в доте. Погоди, Морф, так это что, Valve выдали вакбаны половине просцены? И кто теперь на турнирах будет играть? Вон, у двукратных чемпионов Мира Тим Спирит минимум двоих заблочили. Что ж, в этом плане ГБН конечно не сумасшедший и ломать все топ команды он не будет. Баны затронули только смурф аккаунты, основные не тронули. Так что турниры можно будет спокойно продолжать играть. Кроме того, организаторы вроде ESL быстро адаптировались к новым реалиям. В их обновленных правилах говорится, что вакбан за передачу аккаунта, а именно так в правилах именуется смурфинг, не будет учитываться, если игрок выступает с чистого акка и не нарушает на нем правил. Короче, всем забаненным от Ятора до Артизи бояться нечего. Единственное, возможно, никуда не допустят Стингера. Ведь если причина бана доподлинно неизвестна, то вакб воспринимается ESL как полноценный бан сроком на 2 года. Что же касается последствий, то пока что они заключаются в возвращении всех прошников на мейны. Миракл, например, заново проходит калибровку на своей основе. Артизи же сообщил на стриме, что еще на Инте обсуждал с валв проблему смурфов. Тогда они вместе пришли к тому, что их надо подчистую перебанить. Соответственно, Артизи еще в октябре согласился, что его акк с 7 тысячами часами заблочат. Какими будут долгосрочные последствия столь масштабного удаления аккаунтов прошников, пока что сказать сложно. Зато можно обсудить интересную теорию, которую выдвинул менеджер Team Spirit Корбан. По его словам, вся эта канитель случилась из-за одного человека. Ростика. Баны, это очевидно из-за ростика. Игроки могут его поблагодарить. Вот это вот поведение, когда он в наглую регал опять запускал и опять банили. Я уверен, что именно поэтому по СНГ именно прокатилась волна бана в первую очередь. Он стал именно тем самым химическим элементом, с которого реакция запустилась. Потому что не буди лихо, пока оно тихо. А знаешь, как минимум доля правды в этих словах имеется. Помнишь вот этот пост от Valve, где прямо указывалось, что смурфы прошников забанят? Так вот, он вышел более месяца назад, 15 декабря. Думаю, этим попросту было некому заниматься, и Valve как-то подзабили и забыли. Однако, в январе на реддите всплыли посты про смурфинг Ростика, а тот в ответ начал избегать бана и просто скупать новые Аки. Как итог, кто-то из верхушки компании вспомнил про обещания по смурфам и понеслось. Собственно говоря, а что там с самим, так сказать, виновником торжества? Так, Ростик недавно заявил, что договорился с Valve и стартанет стрим на новом аккаунте. Что ж, на чистом Аки он действительно поиграл, правда, недолго. Боже, за что, блин? Это я порешал. Очевидно, договоренность с Valve была выдумана. Ни с какими Valve он не связывался, это все его придумки, либо ему ответили стандартной отпиской на почту. Ни с кем он там не договаривался, я в этом более чем уверен. На следующий день после этого, наш герой зашел на свой ультра-древний аккаунт. Судя по истории игр, это был его старый мейн. Но все равно не сработало. А вот тут вы и попались, казуй. Очевидно, что Ростика вручную по стриму банит кто-то из сотрудников Габена. Уже даже жалко его становится, бедолага в принципе не может поиграть доту на твиче. Хотя, думаю, через месяцок-другой шумиха уляжется, и ему дадут начать новую жизнь на новом акке. Вслед за отборочными на Бэтбум дачу состоялась еще более важная квалификация. Я, конечно же, говорю о Дрим Лиге, которая по сути является аналогом прошлогодних ДПС Лиг. Предлагаю вместе со мной пробежаться по результатам во всех регионах. В Мена все так же страдала Нигма. Снова быстрый отлет Лузера и снова поражение от Винтер Бэр. Я в прошлом выпуске назвал этих Бэров Тир-2 Стаком, но походу это новая Нигма Тир-2 Стак. Хотя, кое-что новое в регионе все же случилось. В финале Винеров в ПСЖ Квест наконец одолели Фалконов. Причем произошло это сразу после кика тренера Дахака. Видимо, его уход таки дал квестам моральный буст. К сожалению, надолго его не хватило. В гранд-финале Амар и компания разнесли своих оппонентов на трех безответных картах. Покажу лишь один момент, чтобы ты понимал, как проходила данная встреча. Соответственно, очередной слот от региона Мена забрали Фалконы. Америка на этот раз была разделена на две отдельные квалы по слоту на каждую. Впрочем, кандидаты на эти слоты остались прежними. В Северной Америке бодались Наунс и Ребеллион. Полуфинал прошел довольно легко в пользу команды Артизия. В гранд-финале они тоже лидировали 2-0 по картам. Однако Наунс собрались и сравняли счет. И вот тут состоялась одна из самых зрелищных заруб региона. Если не обратил внимание, у Ребеллион на этом моменте уже мида не было. После Юма прожал бай, купил рапиру и попытался в соло спушить вражеский трон. Но безрезультатно. В общем, на дачу в Дубай летят Наунс, а на европейский буткэм к Дримлиге Ребеллион. В Южной Америке сражались Бум и Хероик. Первые оказались сильнее в Венерах, а вторые отомстили тремя безответными картами в гранд-финале. После победы Давай Лама закосплеил ГПК и его прыжок в бассейн. Только в данном случае игрок взял высоту побольше. У Китая на отборочных было два слота и три кандидата. Экстримы ж, напомню, прошли напрямую по очкам. В общем, в сетке Венеров всех без шансов уделали Азур Рей. Они прям выглядели на голову выше соперников. Ну а второй слот с огромным скрипом заполучили IG. Они что LGD, что Team Bright могли проиграть. Также подмечу очередной провал подопечных Сяуэйта. Поговаривают, они там уже надумали менять состав. В Юго-Восточной Азии, которая имеет отдельный слот на Дремлиге, победу одержала Аврора. Это бывший эталон. Ну а настоящим открытием стал микс Дарленг. В его основе был Куку и двое бывших прошников, ставших стримерами. На сапов они вообще взяли двух ребят из пабов с ХММРом. И прикинь, такой микс дошел до гранд-финала и едва не забрал путевку на Дремлигу. В Европе на этот раз выделили аж три слота. Первые, продолжая тотальную доминацию сдачи, забрали OG. Ну, здесь и соперники были лафовые. А вот Тундре снова пришлось бодаться с Сикрет Энтити. Пюреха не подкачал. Ладно, там даже не в нем дело было. Просто Энтити пикали странно. Например, Энигму в Рубика Панга. А что они исполняли? Вот тебе фрагмент решающего замеса второй карты. Вот он в лед и вот он Аквапап от Хиксов. Краносфера у никуда от вас она! Боже мой! В общем, OG и Тундра заслужены на Дремлиге. Но ты ж помнишь, там еще был третий слот. Самое забавное, что Фишман, Ноуан и ДМ не смогли переиграть Деда Пупеху с Карданом и Екки. Вообще, на мой взгляд, этот слот лишний. Что Энтити, что Сикрет пока играют слабовато. Ну, а допустим, в некоторых других регионах тоже не супертоп повыходили. Кстати, об этом. СНГ, как и Европе, дали три слота. И там тоже получился нежданчик. Для начала стоит напомнить, что одна наша команда уже застолбила место на Дремлиге по очкам. И это Бэтбум, а не Тим Спирит. Последним-то как раз пришлось катать отборочные. Если посмотреть на сетку, то тут вроде бы все просто. Две победы и уверенный проход на турнир от двукратных чемпионов Инта. Однако в реале, Нави устроили Спиритом такую взбучку, какой никто не ожидал. На первой, рожденные побеждать сделали мега-крипов и пошли уничтожать соперника под фонтан. Под фонтан, БКБ уже нет, ничего не получается. У Спирит просто ресурсов не хватает. Только вот молодые ребята явно заигрались. За счет фонтана Спирит их перебили. И вот тут, вместо того, чтобы спокойно возродиться и пойти закончить, Нави выкупаются. Наоборот успокоятся. Может быть отойти сейчас Нави. Собирают зайца после байбэка уже. А Праймал Бист еще жив, еще держатся. Шигетсу расстреливает всех налево и направо. С моей VR-очкой. И неужели у Спирит получится? Байбэки столько у Праймал Биста. И Рэмпэйдж делает Едора. Это без вопросов была самая зрелищная карта СНГ квалификаций. При этом Нави не тильтанули и разнесли Спирит на второй в салатище. Эх, если бы они не отдали первую, у нас была бы настоящая сенсация. А так, на третий Спирит хорошо пикнули, хорошо отыграли и отправили Нави в лузера. Во второй части сетки венеров уверенно прошлись Virtus.pro. Сначала вынос Найнпанда с Солыча, а потом Немики. Как и OG, ребята явно возвращают свой тег в мировой топ. Лига Рамзеса наоборот потихоньку опускается на дно. Они-то как раз проиграли тем же самым командам, которых разнесли ВП. О, кстати, Рамзес же уступил Найнпандас. Получается, Солыч был прав? Да на самом деле я б не сказал, уже в следующем раунде отборов панды проиграли Нави. Другими словами, они оба были неправы, когда развалили свой старый топовый состав. Кстати, на квалах Бэтбум Дачи Рамзес оказался настоящим пророком. За секунду до победы над стаком Клим Саныч он написал в чат в некст раз, дружище. Типа, повезет другой раз. Ну и что бы ты думал, этот другой раз настал. В лузерах Клим Саныч сначала переиграл Немигу, а потом вырвал слоту Нави. Фиксируем победу команды Клим Саныч в тяжелейшей борьбе. Итого, на Дрим Лиге от СНГ выступят Бэтбум, Тим Спирит, ВП и Клим Саныч. Старт матчей через месяц, 25 февраля. На кону 1 миллион баксов и множество очков ESL. Папич внезапно выпустил довольно депрессивный ролик на своем ютуб канале. Заголовок «Вы мне надоели», «Съемка из мрачного леса», «Ужаснейший звук, прерываемый ветром и стройкой». «Мне все надоело. Долго объяснять, что именно». Однако, несмотря на недочеты, ролик получился крайне популярным. Он вышел на третье место трендов по России, а также набрал более миллиона просмотров за сутки. Давай же разберемся, что в нем такого интересного. На первый взгляд, все просто. Фраза из названия ролика проходит красной нитью через все повествование Папича. Мне все надоело, мне просто надоело все. Мне, в принципе, надоело. Мне все конкретно и основательно надоело. Мне все надоело, всем пока. Я ухожу. Тебе бы могло показаться, что Папаня завершает стримерскую карьеру и уходит в закат. Но не все так просто. В ролике он поясняет, что больше всего его заколебали два момента. Первый – это то, что из-за популярности люди лезут в его повседневную жизнь. «Надоело все, что связано с тем, что я стал достаточно известным. Каждый момент моей жизни хотят обсудить. Спрашивают, что я ем на завтрак. В какой магазин я делаю. Что я делаю каждую секунду в своей жизни». Если же отменить стримы, то, по словам Папани, это не закроет данную проблему. Ведь люди еще долго не перестанут его обсуждать и узнавать на улице. «Перестанут стримы, нет никакого смысла. А то, что перестану, я не перестану, не перестану к нему быть известным. Не потеряться ждать, когда я не бывает». Однако решение все же нашлось. Игнор всех личных вопросов. «Перестаю полностью отвечать на любые вопросы, как-либо связанные со мной». Кроме того, Папич полностью откажется от съемки ютуб-роликов из своей жизни. «Это, скорее всего, уже самое-самое последнее ИРЛ-видео эвак». Второй момент, доставший Папича, это введение стримов для зрителей. «Игры до сих пор обожаю. Мне надоела именно целая моя деятельность, вот, стримерская, и все, что с ней связано. Я устал бы, наверное, даже аниме смотреть, дурацких коллекционов. Постоянно все от меня что-то хотят». Решение? Элементарно. Теперь он стримит, когда захочет и что захочет, не подстраиваясь ни под чье мнение. «Я больше не могу стримить каким-то графиком определенным, я больше не могу подстраивать мини-толпы». Кроме того, теперь любой негатив и политота будут моментально удаляться, а авторы банятся. «Сегодняшнего дня баню всех хейтеров! Всех!» «Перебаним всех зетников заодно, которые спамят. Я стал настолько душнилый, что вы добровольно, наконец-то, уйдете и перестанете меня смотреть». Короче, жесткие изменения ждут всех зрителей канала Артаса. Ну а закончил видос Папаня довольно по-философски. «Все хорошее когда-то заканчивается. Самое забавное, что плохое тоже». Что скажешь? Кризис среднего возраста или новая ступень эволюции Папича? Пиши в комментариях. Напомню, вещи из доты ты можешь обменять на реальные деньги на лист скинс по ссылочке в описании. Факт дня. Между Себом и Сатаником возник конфликт в Пабе, после которого юный россиянин уточнил, зачем Себ его оскорблял и не является ли он животным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова